Пока есть у нас результат, интервью, то есть Михаил Кириченко, видите, как интересно, как вы себя ощущаете, когда реализуется мечта всей вашей жизни? Как интересно отвечать на такой вопрос, когда действительно мечта реализуется? Ну, наверное, хорошо, наверное, хотелось бы еще лучше, хотелось бы быстрее, в принципе, сойдет и так. Это я, конечно, в шутку. А ситуация в том, что как раз в пятницу я провожал Антона Дуаровича, потому что в пятницу было очень большое серьезное событие, это продолжение той работы в экспертном совете, когда практически три месяца еженедельно Антон Дуарович отстаивал, показывал перед экспертным сообществом именно транспортников технологию, которые представляли разные технологические школы, разные проекты, разные компании. Разные технологии, которые, собравшись в один экспертный совет, они, естественно, создавали именно действительно профессиональную экспертную среду, но надо понимать, что это отрицательно настроенная среда, это та, которая выискивает каждый недостаток в технологии, и с точки зрения профессионализма можно ответить только именно очень серьезными аргументами. И никакие эмоциональные доводы или никакие голословные утверждения здесь не проходят. И Анатолий Дуарович прошел эти три месяца, это была действительно очень сложная работа. И мы с вами говорили, что 11 февраля экспертный совет признал при Минтрансе о том, что технология существует, она инновационная, она готова к внедрению. Это была наша общая победа, мы с вами очень много об этом говорили. А сейчас, друзья, уже идет следующий этап, уже именно с рекомендацией экспертного совета была презентация технологии в органы государственной власти правительства, когда именно отвечающие за развитие технологии, где Анатолий Дуарович уже презентовал именно технологию. И вместе с рядом очень высоких чиновников была представлена технология, получено заключение, и сегодня она рекомендована к внедрению уже в регионах Российской Федерации. И мы этим дальше будем активно пользоваться. Мы дождемся сейчас официально этого представления, официально этого протокола. Мы с вами все это увидим. Я думаю, Анатолий Дуарович с Михаилом Кориченко также нам покажут и расскажут о том, что будет. Но это следующий этап, и это действительно очень большая победа, я бы сказал, сначала лично инженера Юницкого, потому что он экспертно обосновал, доказал и утвердил свою технологическую концепцию. Это победа технологического инженерного сообщества, которое он собрал, потому что он доказал, что команда, которая сегодня работает, она в состоянии реализовать эти инженерные решения, эти ноу-хау, которые сегодня создаются. Это команда уже специалистов, которая может организовать процесс, разместить заказы, собрать, и уже строители, которые работают под руководством генерального конструктора, состояние реализовывать. И мы с вами видим строительство именно логистического центра, который по пропускной способности будет превышать аэропорт в Абудабе. Соответственно, это все очень серьезные большие шаги, это наша вместе большая работа, мы семимильными шагами двигаемся, мы работаем, и мы получаем результаты, видите, даже в субботу, воскресенье по, соответственно, нашему графику. Если говорить про наш именно директорский состав и те, кто работает в команде, мы постоянно проводим конференции, презентации, вебинары, встречи именно с инвесторами, кто сегодня готов входить в проект. Эта работа идет, не останавливаясь практически ни на один час, ни на один день, и она идет в разных уголках страны, потому что я общаюсь сегодня с большим количеством инвесторов, которых выводят сегодня наши менеджеры, наши активисты, то есть где людям нужна серьезная, уже такая более профессиональная подготовленная точка зрения, на меня выходит, мы проводим, то есть у меня весь день фактически расписан, он состоит в основном из такого рода сегодня консультаций, и это дает тоже сегодня очень серьезный результат. Второй момент, что мы работаем сейчас очень активно с администрациями регионов, мы выбрали сейчас ряд таких опорных, опытных регионов, где Skyway пойдет в первую очередь. Мы говорили, что один из таких регионов это Самарская область, именно город Самара, где уже подготовлено соглашение с мэром города, и будет большая делегация 23-24 апреля, где мы скорее всего подпишем соглашение, либо подготовим его к подписанию сразу после конференции, и там уже начинается отвод земли, там мы будем делать первый проект. Также у нас активнейшим образом идет сейчас процесс в Красноярске, вот там сформировалось тоже несколько центров развития, это и областная администрация, которая рассматривает ряд проектов сегодня на областном уровне, и городская администрация, которая рассматривает применение воздушного метро уже непосредственно в городе Красноярске, это и ряд промышленных сегодня, таких вопросов связанных с доставкой, переработкой леса, именно с помощью технологии Skyway. И сейчас очень интересно у нас появился партнер работы, это комбинат Норильский Никель, команда менеджеров Норильского Никеля, с которыми мы рассматриваем сегодня вопрос о строительстве уже скоростной дороги между Красноярском и Норильском, потому что, кто не знает, сегодня в Норильске даже нет интернета, потому что удаленный город, космический интернет там не работает, соответственно, сегодня там очень серьезные проблемы именно с мобильным интернетом, вообще просто с интернетом как таковым. Поэтому с приходом транснета, с приходом туда технологии Skyway, там появится не только возможность из Норильска в Красноярск добираться менее чем за два часа, это и доставка северного завоза грузов, вот, соответственно, круглогодично и круглосуточно, но еще и информационная обеспеченность, которая сегодня оторвана, то есть, казалось бы, в наше время есть целые города, которые сегодня не подключены к интернету. Так вот, это тоже опорные точки, опорное сегодня то, что развивается и делается, поэтому здесь мы с вами являемся все свидетелями, мы с вами являемся участниками и самое главное, мы все являемся с вами активными людьми, которые продвигают этот проект и на наших глазах все это сегодня происходит. Поэтому я с большим удовольствием всегда смотрю за теми репортажами, я с большим удовольствием общаюсь с Антоном Дуаровичем Веницким, с командой инженеров, с той командой, которая сегодня собралась именно по продвижению с точки зрения информации и обеспечения краудинвестинга. Все это говорит о том, что мы команда единомышленников, что мы сегодня в состоянии ставить цели и вырабатывать методику реализации и достигать этих целей. То есть, мы много говорили о промежуточных целях, которых у нас были, потому что мы работаем по горизонту создания постановки и достижения цели. Что такое горизонт? То есть, ставится определенная цель на каком-то достижении, когда мы приближаемся, горизонты расширяются, соответственно, возникает целая грузь новых задач, к которым движемся, и так процесс до бесконечности. В теории развития это есть либо горизонт цели, либо дерево цели. Так вот, по строительству полигона, там, конечно, нельзя двигаться по горизонтам, там идет вопрос именно с точки зрения планирования конечного результата, и там идет уже планирование через дерево цели. Но это с точки зрения теории постановки задач и решения целей, которые необходимо достигать. Поэтому мы сегодня стоим на этапе активного развития. Мы для этого проводим очень большое количество вебинаров, которые идут в ежедневном режиме в интернете. Мы сегодня проводим очные встречи оффлайн практически в десятках городах, которые идут каждую неделю. Мы готовим несколько крупных мероприятий, где мы будем собирать всех желающих, всех, кто хочет поддержать и прикоснуться к этому сообществу единомышленников. Ближайшее у нас такое мероприятие 23-24 апреля, соответственно, где соберемся в Марьиной Горке, где проведем научную конференцию, практическую конференцию, круглые столы, пообщаемся между собой, зададим все вопросы, получим все ответы. Мы сами своими ногами походим по экотехнопарку Марьиной Горка, будем иметь возможность заглянуть и потрогать все сегодня узлы и агрегаты, которые в этот момент можно трогать и можно увидеть. Там будет очень интересно само по себе мероприятие по посадке фруктового сада. Это тысячи и тысячи саженцев. Это будет большая развернутая полевая кухня. Не одна, а несколько, где будет целый ассортимент блюд, начиная от картошки с тушенкой армейского блюда и кончая перловки и гречки. Это все тоже будет, друзья, очень полезно и интересно. И это сбор именно людей, которые сегодня своими руками делают историю то, что сегодня уже действительно очень широко шагает. Также на Марьиной Горке будет ряд представителей, губернаторов и мэров городов, то есть где-то около десятка регионов, которые уже готовы рассматривать вопросы по внедрению транспорта Skyway. Будут представители очень крупных инвестиционных фондов, как российских, так и зарубежных. То есть один из них это был французский фонд, очень крупные американские фонды, израильские фонды. Это те, кто сегодня, друзья, присматриваются. Это те, кто следят за тем, что мы делаем. А тут очень интересное такое событие, что на прошлой неделе Виктору Бабырину прислал письмо, не буду называть имена, но это один из богатейших людей в мире. Виктор Бабырину прислал письмо о том, что я давно слежу за вашей технологией, представьте мне материалы. Я бы хотел лично подумать о презентации у себя этого проекта, потому что только вы, русские, можете это придумать, только вы, русские, можете это продвигать. И, соответственно, мне интересно, что у вас там происходит. Поэтому это тоже как такие события происходят. То есть за нами многие сегодня следят, о ком мы даже не догадываемся. Сегодня очень многие ждут положительного или отрицательного. Кто-то с надеждой, что будет возникать новый бизнес, кто-то из зависти наоборот, что ничего не получится. Это тоже, друзья, процесс идет, и, соответственно, это дальше будет развиваться и двигаться. Но сейчас можно сказать, что те шаги и те события, которые происходят каждую неделю, они не могут не радовать, потому что у нас сегодня идет позиционирование и отработка ряда адресных проектов. Это не только в России, это Монголия, Вьетнам, Боливия. Сейчас появился очень мощный проект в Африке. Сейчас очень активно обсуждается вопрос с нашими партнерами в Израиле. Это как раз то, что уже начинает работать то, что основные инвесторы и те, кто работают, начинают уже себе допускать вопрос, а если это правда. Потому что еще год назад большинство скептиков говорили, этого не может быть. И тот, кто сегодня вкладывается, и тот, кто сегодня сильно рискует, он не получит результата. Сегодня, друзья, мы вошли в новую стадию. Мы вошли в новую стадию, которая характеризуется следующим вопросом. А представьте, что это правда. И когда люди начинают представлять, что это правда, значит, реально мы с вами получим те дискаунты, которые мы закладываем, мы реально с вами сформируем те пакеты, которые есть. Мы реально будем зарабатывать те возможности, которые мы сегодня ставим. Это значит, те проекты, которые сегодня закладываются, они будут реально реализовываться. И вот это сегодня начинает настораживать очень многих людей, что можно отмахиваться до бесконечности, но можно отмахиваться до тех пор, когда это поедет и уедет, и можно остаться у разбитого корыта или у оставшегося перрона. Естественно, что это, друзья, волнует в основном не рядовых инвесторов и не тех людей, которые мог заработать, вложить там небольшую сумму и получить с большими дисконтами себе пакеты. Это сегодня волнует в основном крупные фонды, крупные инвестиционные компании, которые настроены на инвестирование в новое, в развивающиеся и которые рассчитаны именно на получение максимальных прибыли. И сегодня как раз они, я тоже очень много говорил, помните такую поговорку, что из них никто не хочет быть первым, то есть никто не хочет рисковать своими деньгами для того, чтобы создать доказательную базу. Но второй вопрос, никто не хочет быть вторым, потому что второй это значит тот, кто всегда проигрывает, тот, кто всегда недополучает по сравнению с тем, что получает первый, кто первый вошел, рискнул и делал. И вот этот процесс сегодня активнейшим образом развивается, сегодня каждый фактически день, вот я веду переговоры с инвестиционными компаниями и фондами, которые просят информацию, которые просят разъяснения, просят больше информации для того, чтобы принимать решения. Но основное, конечно, это будет, друзья, в октябре месяце, когда будет демонстрация основных частей, основных элементов технологии, когда для заказчиков и для инвесторов будет кое-что, приоткрыто, и когда начнется совсем другой этап развития. Но как мы с Алексеем тоже уже не раз говорили, что, как мы предполагаем и по развитию событий, скорее всего, краудинвестинг, то есть финансирование за счет привлечения небольших инвесторов, будет трансформировано уже в профессиональные инвестиционные фонды, которые будут входить сразу крупными инвестициями на крупные пакеты, и за счет заказчиков, которые будут заказывать технологию, исходя из того, чтобы максимально дешевой сегодня для себя ценой запустить конкретные адресные проекты. Исходя из этого, мы не раз уже говорили, что по нашему глубокому убеждению, до конца года краудинвестинг будет закрыт, а скорее всего, это будет значительно раньше. Второй вопрос, который тут тоже сейчас обсуждается, и даже некоторые ставят в упрек, а что же будет с теми структурами, с людьми, которые сегодня начали, и той краудинвестинговой инвестпроводящей системой, которую мы создали, ее можно будет выбросить и забыть, и она никому не нужна. Нет, друзья, ни в коем случае. Мы с вами сегодня создали работающую инвестпроводящую систему. Это сегодня сообщество весьма профессиональных, интересно ориентированных людей, которые нацелены на результат. Мы с вами себе позволили рискнуть и получить результат на той стадии, когда многие не верили и говорили, что этого быть не может. Так вот, сегодня я могу сказать, что у инженерной школы, которую сегодня создал и возглавляет Анатолий Доршинецкий, есть целый ряд интереснейших технологий, которые дадут не меньше интерес и не меньше капитализацию, даже чем Skyway. Это так называемая группа технологий SkyTech, то есть те технологии, которые идут следом за хай-теком, то есть более организованное, более интересное, именно со смарт, с интеллектуальной системой. То есть вы заметили, наверное, в репортажах, у нас идет интеллектуальное ограждение, то есть смарт-забор, другими словами. Не смартфон, а у нас просто смарт-забор. У нас есть смарт-стекло и еще очень много чего. Даже земля, которая будет выращивать, она и то будет умной, она тоже будет с определенными свойствами, которые в нее закладывают. Так вот, друзья, дальше следующие этапы, которые мы с вами будем двигаться, это финансирование новых SkyTech технологий, естественно, под той инженерным направлением, инженерной школой, которую мы сегодня сделали. И что самое главное, друзья, у нас будет, что мы можем сказать, мы запустили технологию Skyway. У нас, как это модно сейчас говорит, будет портфолио, то есть за спиной то, что мы уже сделали. И когда мы будем говорить, что мы инвестируем еще в ряд технологий, и мы вас зовем сегодня с помощью краудинвестинга, инвестпроводящей системы, которая работает с помощью интернета для финансирования определенных технологий, мы можем сказать, что мы уже подняли и сделали невозможное, и поэтому следующие шаги, которые мы будем делать по технологиям, они, конечно, также принесут результат. И, соответственно, это следующий шаг, мы, друзья, об этом сегодня упоминаем только в той части, что говорим, что, друзья, для тех структур, для тех систем, которые мы сегодня создаем, они без работы не останутся, они будут всегда востребованы. Ну и второе, друзья, направление, которое не имеет границ, это, конечно, адресные проекты. Адресные проекты, они будут сегодня в каждом городе, в каждом регионе, в каждом населенном пункте, который будет в каждом месторождении, который на территории области или края, это, друзья, неограниченное направление. И, естественно, для финансирования для этого также будет использоваться краудинвестинг и участвовать в этих проектах всегда будет возможность. Конечно, там будет несколько другая доходность, потому что у инвестиций в корневую технологию и инвестиций в прикладной проект всегда разная доходность. Здесь, друзья, чудес не бывает. Естественно, что тот, кто инвестировал, вошел в корневую технологию, тот, друзья, конечно, и выиграл, и разместил свои средства наиболее эффективным способом. Но, тем не менее, я могу сказать, что в ближайшее время нас будет ожидать очень и очень много интересных предложений, и мы как раз будем организовывать систему, которая будет доводить до вас информацию, мы будем показывать преимущества того или другого проекта, мы будем сравнивать, мы организуем в обязательном порядке эту систему обмена, когда можно будет покупать доли в одних проектах, обменивать. То есть это, друзья, естественное развитие, которое будет, но это не вопрос ни сегодняшнего дня. Это я отвечаю тем, кто говорит, что завтра все закроется, мы никому не нужны, и, соответственно, эти инвестиции сегодня пустые. И я сразу слышу эти вопросы, друзья, это, во-первых, глупость по нескольким пунктам сразу. Первое. Те инвестиции, которые вы делаете, они будут вознаграждаться дискаунтами и венчурными премиями, которые закладывают. Вы за эти инвестиции сегодня формируете очень мощный, интересный инвестиционный пакет, который капитализироваться будет очень серьезными темпами по мере того, как будет двигаться развитие технологий. Это раз. Второе. Вы сегодня работаете и участвуете в системе, которая запускает доселе невидимый проект, который, казалось, не может развиваться таким образом. И тем не менее, это работающая система, которая его стартовала, оформила и запустила. И третий момент. Мы создаем систему, когда таких проектов можно будет по системе дублицирования создавать много и много. И таким образом, участие в каждом проекте и по развитию корневой технологии, корневого проекта в целом, это будет все менее и менее рисковая инвестиция. Естественно, что будет снижаться доходность. Чудес не бывает, друзья. Чем меньше риск, соответственно, тем меньше доходность. Но тем не менее, это все равно будут очень интересные инвестиции, очень интересный расклад. Поэтому, друзья, тот, кто начал серьезно изучать, тот действительно становится уже профессиональным инвестором не просто в венчурном рынке, не просто в высокорисковом рынке, а в том, что сегодня в создающейся среде Транснета и Скайвея, вы, друзья, всегда найдете здесь свое место, и вам всегда будет здесь очень комфортно и очень доходно. Потому что то, что сегодня создается, это новая среда, это новая экономическая реальность. И здесь мы всегда не перестаем утверждать, что те прогнозисты и те экономисты, которые прогнозируют сегодня экономический спад мировой, полный крах российской экономической системы, которые прогнозируют сегодня полностью, вплоть до уничтожения России и исчезновения России как страны, как государства. Здесь, друзья, мы отвечаем всегда очень просто. Это те, кто не знают, что такое Скайвей. Это те, кто не знают, что такое технологический прогресс, и те, кто не знают, как технологии влияют на развитие страны. У нас, друзья, абсолютно другой прогноз, у нас абсолютно другой сценарий, и мы с вами работаем абсолютно в другой парадигме. Мы говорим, что мировую экономику в ближайшие 10 лет ждет двоекратное увеличение, что роль России в этом мировом сообществе значительно усилится, что ВВП Российской Федерации за ближайшие 10-12 лет увеличится больше, чем в 10 раз, что те, кто сегодня инвестирует в технологию и входит в проект, имеют возможность получить просто очень серьезные привилегии и очень серьезные премии в виде тех инвестиционных пакетов, которые сегодня формируются. Поэтому, друзья, это в зависимости от взгляда и от приверженца той или иной экономической и технологической теории. Я здесь могу привести пример, что мы с вами сегодня, зная, что такое интернет, каждый, кто в руках держит мобильный телефон, кто знает, что такое скайп, что такое, поставив его на торпеду машины, знает, что такое GPS, а он сегодня разговаривает с человеком в 90-м году, который не знает, что это такое, и он говорит, что телефонных буток на улице мало, что хулиганы пооторвали трубки у телефонов, что дозвониться никуда невозможно, что позвонить из России в Париж это стоит безумно дорого, и никогда мы не сможем по видеосигналу, то есть это только для президентов, а мы с вами, друзья, ухмыляемся и говорим, да, 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 через 10-15 лет будет совсем другая реальность, и все это будет совсем по-другому выглядеть. Вот точно так же, друзья, мы с вами стоим даже не на шаг, а реально впереди той системы, которая формируется. И мы разговариваем со слепцами, которые не знают, о чем идем речь. И я на предыдущем вебинаре, когда заканчивал, я говорил, что мы сегодня создаем то будущее, которое для многих завтра станет реальностью. Для нас она реальность сегодня, потому что мы участвуем с вами в проектировании, в строительстве, в испытаниях, в сертификации и запуске адресных проектов. Вы понимаете, что юнибайки с той системой, которая уже спроектирована, и они уже изготавливаются, они не могут быть завтрашним днем. Это сегодняшний день. Поэтому зачастую многие модели, они уже вчерашний день, потому что возникает следующая модель модификации, следующая модель, и это сегодня двигается, будет бесконечно. Так же, как и айфоны сегодня уже имеют там 10 или 11 модификацию, хотя вышли на рынок они только в 2000 году. Так вот, соответственно, друзья, также и юнибайки, и юнибусы, и юнилеты, и юникары, то есть вся линейка подвижного состава, она будет также постоянно совершенствоваться, постоянно улучшаться и получать все новое и новое качество, которое будет определять ее конкурентноспособность. И каждый, кто войдет на этот рынок, он, друзья, будет всегда догонять. Конкуренция будет. Нельзя сказать, что корпорация Skyway будет единственной на рынке Транснета, единственной на рынке коммуникации. Нет, друзья, конечно, возникнут еще компании, мы будем активно с ними конкурировать, но есть такое понятие, как гонка на лидера. То есть тот, кто входит, он берет на себя основной, и он потом постоянно подтверждает свое лидерское качество. Вот эту роль мы на себя взяли, и это роль корпорации Skyway, мы постоянно будем ее выполнять. А что это значит? Это значит, что каждые 3-4 месяца, полгода будут появляться новые модели, будут совершенствоваться и упрощаться, удешевляться система строительства, будет совершенствоваться качества, которые будут для подвижного состава, будет увеличиваться, и совершенствоваться система безопасности, и так далее, и так далее, и так далее. Это, друзья, процесс бесконечный. Когда Юницкий говорит, что эко-технопарк, он строится на ближайшие 100 лет, это значит о том, что испытания, совершенствования, улучшения качеств именно для потребителя, для нас с вами, будут вестись постоянно. И этот процесс, который не остановится ни на минуту, ни на секунду. А это как раз и будет определять, друзья, то качество лидера, которое мы сегодня закладываем, то есть лидирующей корпорации на том рынке, который мы сегодня создаем, на тот рынок, на который мы сегодня выходим. Ну, друзья, еще бы я хотел сейчас остановиться на двух менее приятных вопросах, потому что очень, мне в личку приходит очень много писем, и на сегодняшний момент есть два вопроса, которые необходимо просто прокомментировать. Первый вопрос, это связанный с конкурирующими технологиями, и сегодня ряд, скажем так, бывших сотрудников, кто работал в компании, со мной вместе, в директорском составе, вместе с Анатолием Доварчим Юницким, сегодня пытаются развивать самостоятельное направление и позиционировать это как самостоятельную технологию. Мы, может быть, друзья, не обращали бы на это внимание, не, так сказать, это собака лает, караван идет, если бы не происходило ряд очень серьезных моментов, и на это я прошу обратить внимание, тем более, что вот я за сегодня, вот за сегодня, за вчера получил порядка 20 сообщений, потому что активизировалась одна компания, которая создана бывшими нашими менеджерами, компаниями, это компания Эджи, Алексей, правильно, Эджис она называется, вот, создал ее Виктор Узлов, это бывший директор по развитию, развитию, бывший партнер Анатолий Дуаршиницкого, который в 2010 году после определенных событий в Австралии, после рейдерского захвата технологий, попытался развивать эту технологию самостоятельно. Вот вы на фотографии видите Виктора Узлова, это молодой, на тот момент талантливый, перспективный парень, который работал вице-президентом у Полонского по размещению трудоустройства как гастарбайтером, вот, соответственно, он увидел, поверил в технологию и вместе с Анатолием Эдуардовичем вот они получали золотую колесницу, это признание за передовой технологией. Почему сегодня мы, друзья, вынуждены об этом говорить и почему мы сегодня в таком негативном плане относимся к тому, что делает проект Эджис, хотя, казалось бы, занимаетесь, привлекаете инвестиции и сегодня этим занимается огромное количество фондов, в том числе, которые работают на технологию Skyway большое количество менеджеров, вот, но Виктор Узлов пошел по очень, скажем такому, скользкому, очень непорядочному пути. Он, если взять сегодня описание на его сайтах технологии Skyway, но там она называется струнная технология или преднапряженная струна, он показывает испытания в озерах, он показывает строительство, и он показывает все, кроме участия Юницкого в этом процессе. То есть, он пытается исказить историю, и это кому, как не мне, друзья, обидно слышать и обидно смотреть. То есть, тот, который стоял у истоков строительства полигона в озерах, который привел Анатолию Дуаровичу, генерала Лебедя, я тогда был его сотрудником, соответственно, убедил его, он приехал, когда Анатолий Дуарович лежал в больнице со сломанной ногой, а у него произошло тогда два очень интересных события, когда он лежал со сломанной ногой в больнице. Он подписал первый контракт и получил первое финансирование от генерала Лебедя, ну и второй вопрос, он еще и женился, не выходя из палаты. Поэтому, я могу сказать, что очень такое, иногда бывает, казалось бы, событие отрицательное в жизни, казалось бы, сломал ногу, а с другой стороны, вот за то время, как проходит, есть ряд положительных моментов, которые кардинальным образом меняют эту жизнь, и я могу сказать, что уже на протяжении 15 лет он живет, двое детей, счастлив, и у него жена просто не просто является, а еще и соратник, скажем так, тот, кто поддерживает его 15 лет вот этой самой непростого периода, самого сложного продвижения технологий. Вот, поэтому Виктор, который также участвовал, он уже подключился намного позже к технологии Skyway и струнных технологий, так вот, они сейчас с той командой, которой они работают, полностью переписали историю, то есть, они убрали инженера Юницкого, они взяли человека, которого Анатолий Дуарович нанимал на работу, это Игорь Дуботовку, который проектировал всего одну опору на, и то не он, а его инженеры, и сегодня показывается полностью искаженная система, а, друзья, это просто вранье. Я могу сказать, что любой бизнес, любые взаимоотношения, которые идут на вранье, они ни к чему хорошему не приводят. И здесь я хотел бы просто обратиться и передать, потому что я думаю, что и он, и его менеджеры смотрят наши вебинары, я думаю, что они внимательно следят за тем, что они делают, за тем, что мы делаем, и, соответственно, мы, друзья, два года назад начали работать, в это время у нас была активная фаза противодействия и противостояния с этой командой, которые обливали нас грязью, подавали в суды, пытались очернить полностью и Юницкого, и технологию. Так вот, друзья, прошло два года, и я могу сказать, что изменилось за эти два года. Мы с вами собрали профессиональную команду, мы собрали конструкторское бюро, мы организовали финансирование, мы организовали презентацию технологий, и мы строим, мы с вами, друзья, каждый день показываем репортажи и отчитываемся от нашей работы. Я задаю вопрос этим друзьям. Друзья, вы два года назад говорили, что вы что-то делаете, покажите какой-то отчет, что вы сделали, кроме каких-то пустых слов о том, что там проведена конференция, здесь получен очередной приз, здесь еще, так сказать, это никакой большей отчетности, друзья, нет. То есть, как была болтовня, как показывали на своих сайтах ролики, как мы их называем, паровоз Бэтмена, то есть, кто зайдет на сайт Эджис, вы обязательно увидите, что они взяли анимации, которые показывались Юницким пять лет назад, его чуть-чуть виды изменили, нарисовали такой Бэтменовский паровоз и говорят, что вот по этому Бэтменовскому паровозу мы будем возить уголь. Хотя, друзья, с точки зрения экономики и с точки зрения реальности это не имеет никакого отношения. Вот сейчас вы видите перед собой слайд, это очень показательный слайд, я тоже к нему прошу отнестись очень серьезно, это строительство называется Капвей, если дословно, Капитонов дорога. Капитонов, Александр Капитонов это еще один партнер Анатолия Юницкого, который так же, как и Узлов, попытался украть технологию, сказал, что Юницкий больше ему не нужен и он построил вот такую дорогу и самое интересное, что партнером в этой дороге у него была одна очень интересная компания в Беларуси называется Белкоммунмаш. Это компания, которая выпускает трамваи. Соответственно, они сделали вот такое вот чудо техники, пытались это показать нескольким президентам Кучме в Украине, Казахстане. Но, соответственно, как вы понимаете, друзья, это дорога второго уровня, это балка, ничего нового она с точки зрения инженерии не давала и, соответственно, никто больше это строить, кроме опытного образца, не стал. Но, с инженерной точки зрения, вот когда происходит экспертиза, знаете, что интересного они сделали на вот этом вот капвее? Они колеса, которые идут, железное колесо по железному рельсу, покрыли резиной. И посчитали, что это же с точки зрения, с точки зрения, вот здесь, да, тут должно быть видно, с точки зрения инженерии, что раз железная балка, значит, по ней резиновое колесо должно двигаться более, во-первых, мягко, а во-вторых, с большей сцепкой. Это как раз то, что Юницкий называет инженерной безграмотностью. Потому что, как только пошел небольшой дождик и появилась мокрая поверхность, то резиновое колесо по металлическому, по металлической балке, это получается все равно, что стекло. И у них чуть было не произошла авария с очень серьезными последствиями. Поэтому после этого все эти испытания были закрыты, все это закрылось и, соответственно, дальше никуда эта технология не пошла. Так вот, почему сегодня интересно это более чем 15, даже там 18-летней давности истории. 15-летней давности истории. Что на сайте Узлова появилось опять утверждение о том, что они заключили с Белкомудмашем, то есть с той же организацией, с которой в свое время заключал соглашение капитонов, о том, что опять они строят новую модификацию и так далее. То есть получается, что вот эти вот 10-15 лет история ничему этих людей не научила. И это, друзья, очень печально. Поэтому на сегодняшний момент это я обращаюсь и говорю о том, что люди, которые используют для мотивации, то есть вот я вам просто приведу пример. Знаете, каким образом команда Узлова и Дуботовки привязывает себя к технологии? Вот они говорят, мы строили эту технологию. Они взяли фотографию Анатолия Дуаровича Юницкого на полигоне 2001 года, где он стоит вместе с Дуботовкой под Зилом, который едет. В фотошопе вырезали Юницкого, оставили только Дуботовку. Говорят, видите, вот фотография Дуботовки на полигоне, значит, технология его. В принципе, подход, в общем-то, понятен и с точки зрения мошенничества и для того, чтобы обманывать людей, может быть вариант подходящий. Но с точки зрения профессиональной подготовки, а особенно, тут же очень важный вопрос, что это же идет обращение к инвесторам, это же используется как аргументация, это, конечно, друзья, недопустимо, и здесь мы как раз выступаем категорически против, и я как человек, который участвовал и в создании полигона 2001 года, и Александр Иванович Лебедя, который пришел к Юницкому, и создание команды Дуботовки, и потом уже Узлов, когда подключился, я могу сказать, что, друзья, строить бизнес и строить систему на таких принципах невозможно и неприемлемо. Поэтому, когда будут возникать вопросы вам задавать, что, как движется, сразу четко понимаете позицию, что это команда жуликов, просто откровенных жуликов, которые используют чужую методику, которые, ну, вот видите, эта фотография сейчас идет, вот где ЗИЛ стоит, а под ним стоит Дуботовка. Алексей, а можно показать оригинал этой фотографии, где на этой фотографии стоит Юницкий, чтобы просто невооруженным глазом было понятно, что одну и ту же фотографию оставив, так сказать, это делать. А, ну вот, видите, друзья, вот фотография, которая была, где стоит Юницкий, стоит Дуботовка, потом в фотошопе Юницкого вырезали, говорит, вот Дуботовка стоит под ЗИЛом при демонстрации. Вот, поэтому, друзья, такого рода мошенничество и жули, то есть сегодня идет юридическая тяжба, идет определенная вещь, это не так важно сейчас. Намного важнее, друзья, что команда, которая использует такую аргументацию, они просто обманывают к акционерам, они просто обманывают, я бы понял, если бы они сказали, что есть технология инженера Юницкого, и мы с ним разошлись, мы делаем более совершенную систему, то есть мы усовершенствовали там-то, там-то, здесь-то Юницкий, там-то, там-то не прав, мы создаем более совершенную систему, и таким образом привлекали инвесторов. Это, друзья, понять можно, но когда показывается полигон в озерах, который строился на деньги генерала Лебедя и финансировался через конструкторское бюро струнные технологии Юницкого, где сотрудником был Дуботовка, и говорится, что это они создали технологию, но это, друзья, во-первых, неправда, вранье, но это бог с ними, это на их совести, но это использовать для того, чтобы привлекать новых инвесторов, друзья, а вот это уже мошенничество, и с мошенниками надо и разговаривать, и относиться соответствующим образом, поэтому все, кто будут сталкиваться с такого рода, все, кому будут задавать это, я сразу отвечаю на большую, большую, соответственно, сегодня группу вопросов, которые мне сегодня поступают, как вы к этому относитесь, как вы это можете прокомментировать, так вот, друзья, прокомментировать это я могу однозначно, мошенники сегодня пытаются обманным образом собирать деньги под технологию, которую они срисовали у Анатолия Дуаровича Юницкого, но это, опять же, их проблемы, их вина, и, соответственно, их будет ответ, мы сейчас можем сказать, что единственное мерило времени, единственная сегодня отчетность, потому что может быть, это строительство, и мы об этом говорили на вебинарах два года назад, и сегодня я могу сказать, мы за два года то, что обещали, друзья, мы сделали, создали конструкторское бюро, создаем технологию, и мы, соответственно, сегодня строим, а эти деятели, как два года назад вешали лапшу, в интернете рассказывали, что они будут заключать, делать, строить, так и продолжают это делать, это, друзья, просто обман, но, что я могу сказать, таких, такого рода деятелей, такие, урода, прилипалы, они были, и будут всегда, у нас тоже сейчас есть примеры, когда люди присасываются к проекту, и пытаются это выдать за свое, и пытаются паразитировать на том, что сегодня делает конструкторское бюро, это тоже, к сожалению, друзья, было, и будет, и я могу сказать, что на сегодняшний момент, та команда, которая собирается вокруг Skyway, та команда, которая работает профессионально, именно по инвестированию, по созданию краудинвестинговой системы, нам эти все методы чужды, мы одна, единая команда, которая работает на интересы Skyway, для нас строй Skyway, спасай планету, для каждого это не пустой звук, это то, что мы каждый из нас, каждый вместе взятый, который мы собрались здесь, мы прилагаем свои усилия, и от усилия каждого, зависит общий результат, и от того, как мы сегодня, каждый из нас, приведет нового человека, доведет информацию, проведет работу с инвестором, потому что я могу сказать, я тоже с субботу и воскресенье, сейчас работаю так же, как Анатолий Доварович, работает на Марьиной Горке, на Экотехнопарке, мы сидя за компьютером, либо в офисах инвестиционных компаний, проводим, это, друзья, каждого работа, которую он сегодня делает, но синергия этой работы может дать результат, если мы начинаем работать в разных направлениях, если мы начинаем, тем более, когда внутри команды обливать друг друга грязью, так это потому, что мы тоже вернемся к этому вопросу, тут встал, очень некоторые деятели пытаются сейчас противопоставить два фонда, Skyway Capital и Skyway Invest Group, и даже пытаются какие-то противоречия, что есть даже какие-то вопросы, это я, друзья, отвечу во второй части, сейчас просто могу сказать, что это все единая команда, это единая система по работе, развитию Skyway, и никаких противоречий не было, нет, и в принципе быть не может, потому что мы делаем и решаем одну задачу. Ну вот, друзья, я после того, как Алексей доведет свою часть информации, я еще коротенько остановлюсь на двух вопросах, которые бы мне хотелось довести с точки зрения сейчас акции юридической защищенности и взаимоотношений головных компаний и фондов, это тоже мы обязательно с вами прокомментируем. А сейчас, так как накопилось огромное количество вопросов, связанных с активизацией вот этой команды жуликов, которые сегодня, используя чужую интеллектуальную собственность и направление, пытаются обманывать акционеров в интернете, соответственно, здесь мы говорим свою позицию, и эта позиция однозначна, и она по-другому никак не трактоваться, ни, соответственно, доводиться никоим образом не может. Потому что, если свой бизнес строится на боровстве и на обмане, то ничего хорошего, во-первых, нельзя предложить, а во-вторых, как я представляю, ничего хорошего из этого не может получиться, не должно получиться, так не может быть. Ну вот, друзья, я передаю слово Алексею. Алексей, тебе слово. Да, благодарю. Тоже хотел бы об истории с Виктором Узловым рассказать, именно со своего взгляда, своего участия более двух лет в проекте. И эта история вот сейчас начала всплывать, когда мы начали достигать реальных результатов, когда пошло реальное признание. И, соответственно, на наших успехах стараются спаразитировать. И я помню ту ситуацию, когда активисты Эджекс, меня, как в том числе интернет-лидера на тот момент и человека, умеющего строить сети и так далее, уговаривали в том числе маркетингом и так далее. То есть у них также были на ранних стадиях продающие видео, но продающее видео очень важное, очень четкое, когда стучатся в дверь и это типа стучится к вам в дверь Стив Джобс и предлагает свои акции. На самом деле, что касается Skyway, это недалеко от реальности, это даже имеет еще больше потенциал, чем акции Apple и Google вместе взятые. Что касается Эджекс, у меня до сих пор в контактах есть люди, которые развивали либо развивают, я не знаю, какие там мотиваторы и какая мотивация развивать. Возможно, что правила частного инвестора, защищая свои инвестиции, правила банкира также, то есть люди элементарно не могут признать, что они занимаются теми вещами, вещами, которыми на самом деле нельзя было заниматься и не стоило заниматься. и вот на этом мы на самом деле тоже не хотели останавливаться в моменте, но сейчас очень большая активизация именно в сети и вас могут спрашивать вплоть до того, что иностранцы у меня спрашивали, что это за технологии, это ваши конкуренты. Друзья, вот конкурентами можно назвать и то это не конкуренты, это совершенно разные, так скажем, понятия транспорта второго уровня, Hyperloop и Skyway, но конкурентами Skyway и Adgex называть я бы не стал, то есть мы показываем технологию, мы воплощаем ее в железе, мы строим, а что делает Adgex, ну вопрос открытый на самом деле. Ну да ладно, много чести, как говорится, мы ваше внимание обратили, то есть будьте во всеоружии, обязательно скачайте экспертизу, это подробная экспертиза насчет фото, насчет того, что действительно было много смонтировано и не в лучшем свете именно правды было показано и сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на ту концепцию, которую вот недавно я очень как бы хотел и ставил целью, просто руки не доходили, прочитать книжки Илона Маска все, сейчас вот на очереди Раймонд Курцвелл, то есть не из статей в интернете, потому что многие факты искажаются, именно Илон Маск, и на самом деле Илон Маск ответил очень так красиво в своей крайней книжке это никогда не сдаваться по поводу летающих автомобилей, по поводу летающих автомобилей он сказал, что это конкретная утопия и мы это также неоднократно отвечали на конференции, говорили на вебинарах и смысла в летающем автомобиле его нет, это говорится не только о безопасности, будут абсолютно такие же пробки, и Илон Маск на самом деле наша удача с вами, что он двигается в направлении экспедиции на Марс, то есть и также вот Тесла Моторс и так далее, появились они еще до того, как начались испытания Falcon, то есть это именно вертикальный взлет, вертикальная посадка ракетных модулей, и соответственно самая низкая потеря материала, потеря естественно серьезных средств на запуск и как бы выброс в открытый океан ступени, которая падает обычно после того, как свою миссию спутник либо ракета выполнили. и вот Маск сказал, что от силы вот где можно использовать летающие автомобили это в специальных туннелях на втором уровне. и действительно я буду очень рад и счастлив, если точки соприкосновения именно в синергии найдутся у Илона Маскова, Анатолия Эдуардовича Юницкого и более того, я могу сказать, что есть такой шанс, я не знаю какой процент это зависеть будет конкретно от решения Анатолия Эдуардовича Юницкого в первую очередь. Но Анатолий Эдуардович Юницкий придумал и на первом вебинаре мы говорили, как вывести промышленность в открытый космос и как перемещать дешево грузы и пассажиров с Земли на орбиту. А тот способ, каким образом переместить за три месяца, максимум это за шесть месяцев, с орбиты на Марс. Соответственно, там уже будут использоваться реактивные двигатели и более того, как бы он предусматривает колонизацию на Марс и также предположение такое есть, что Hyperloop как раз таки делается для Марса, так как там естественно он планирует под куполом города и планирует строительство суперкорабля через примерно десять лет. Сейчас он испытывает и тратит огромные сбережения именно на взлет и вертикальную посадку и как раз таки если говорить в логике транспорта второго уровня, то прочитав вот этот небольшой абзац, что на самом деле автомобили не должны летать, они просто на втором уровне обособленно должны перемещаться в упорядоченном движении друг за другом. А это дамы и господа как раз таки тот принцип который Анатолий Эдуардович реализует и я думаю что как бы в этом можно сравнивать два гения два гения широкого масштаба широкого мышления современного мира и даже я могу привести такое сравнение обязательно прочитайте книжку никогда не сдаваться и дорога в будущее тоже про SpaceX и Tesla от Motors тоже Маск написал обязательно кому интересен наш проект ознакомьтесь с этой литературой на самом деле такое сравнение что Анатолий Эдуардович Ницкий и Илон Маск в детстве также оба запускали ракеты самодельные и также экспериментировали с взрывом взрывчатых веществ с созданием пороха я не знаю каким образом это возможно что даже в занятиях это действительно повторяется и было в некотором плане солидарно находясь в абсолютно разных частях света но друзья это как раз таки гении которые рождаются действительно 1-2 на миллионы людей и это то что доказывает слова Анатолия Эдуардовича Ницкого что он думает на самом деле не то что естественно Анатолий Эдуардович Ницкий думает о безопасности комфорте перемещения об акционерах но не только об этом дамы и господа Анатолий Эдуардович думает о том как нашу планету действительно спасти от прохождения точки невозврата о том как чтобы не только иметь возможность переселения на другие планеты то есть планетарные экспедиции и так далее экипажи космические а для того чтобы наш с вами дом действительно сохранился в первоначальном виде для наших будущих поколений а не только для нас и на самом деле друзья это вот то что сейчас притягивает и раскручивает маховик Skyway вы не представляете какие новости нас ожидают всех то есть европейские венчурные фонды это уже показывается как само собой разумеющееся действительно маховик Skyway это можно сравнивать и с законами квантовой физики что много людей начинает думать в одном и том же поле и происходят те события которые должны произойти по мнению этих людей это один из аспектов и второй аспект то что наш проект раскручивается и действительно привлекает всеобщее внимание крупных деятелей крупных экономистов самых богатых в том числе людей той или иной страны сейчас мы эти страны не можем называть но да мои господа это действительно супер это действительно счастье участие в этом проект а представьте если Дмитрий Анатольевич Медведев принял бы на программе как программу спецразвития на госсовете по развитию транспорта инновации инфраструктуры в 2009 году что было бы сейчас возможно как раз таки теоретически мы сейчас не находились бы в том глубоком кризисе в котором находимся я говорю про Российскую Федерацию но скорее всего с учетом менталитета и деятельности многих чиновников все как раз таки развивалось бы в том плане в котором сейчас развивается потому что чтобы это изменить нужно произвести огромное количество реформы в первую очередь нужно выстроить сердце нации сердце нации собственно вот один философ сказал я с этими словами абсолютно солидарен и согласен то что на самом деле сердце нации заключается именно в транспорте именно в здоровье и именно в образовании то есть это то что формирует на сегодняшний день серьезную сильную нацию и как раз таки дамы и господа вот технология Skyway формирует основу сильной нации и основу того что на сегодняшний день может увеличить ВВП любой страны действительно и любой экономики на территории современного экономического пространства и создать уже дополнительные триллионы долларов или другой валюты которая будет на тот момент принята уже не в виде нарисованной или напечатанной бумаги либо каких-то электронных денег но иллюзорных не подкрепленных ничем а уже с реальной технологической добавленной стоимостью и с реальным охватом и именно освоением конкретной технологии которая имеет потенциал как Анатолий Эдуардович говорит и мы его в этом плане абсолютно поддерживаем тысячи триллионов долларов вот как раз таки в этом проекте дамы и господа в первую очередь я естественно обращаюсь в своих вещаниях на водных технико-экономических вебинарах вы дали новичкам потому что те кто ходит на наши вебинары входит на эти вебинары как именно программу время некоторые смотрят новости то есть это новости Skyway это то чем проект живет но те кто только входит в проект дамы и господа действительно цените эту возможность которая бывает есть у вас в руках сейчас но может испариться испариться внезапно вплоть до конца 2016 года но потом опять же повторяю у нас будет чем заниматься это адресные проекты и в том числе народное финансирование это то что будет также способствовать развитию некоторых адресных проектов я не говорю что все и я хотел бы привести такой аргумент очень интересный для сетевиков очень интересный для интернет предпринимателей и так далее я его Сергей Анатольевич осознал недавно дамы и господа покажите мне тот проект на и в плане традиционного бизнеса и так далее вот в таком широком масштабе где можно развивать структуру и строить сеть многократно то есть действительно и иметь успех и я говорю именно про концепцию MLM мульти-левел маркетинга то есть многоуровневого маркетинга покажите мне тот проект где действительно можно делать это многократно и то что мы сейчас выстраиваем напоминает что это сеть будущих потребителей это сеть именно сподвижников технологий сподвижника проекта это то чем не обладает на сегодняшний день ни одна корпорация в мире потому что если бы Apple имели личный кабинет с возможностью входа туда человека который обладал бы долей Apple или хотя бы был заинтересован в продвижении технологии то ни о какой конкуренции с Google скорее всего не могло быть и речи потому что это все выливалось бы не в километровые очереди когда выходит новинка и смартфон появляется на свет новый а уже в личном кабинете упорядочно в виде сети являясь составной частью в том числе сети Transnet именно социальной направляющей каждый следил бы каждый находился бы в этом информационном пространстве и друзья это действительно огромная сила и мощь корпорации которая на мой взгляд пойдет по пути этого развития я не видел на самом деле в анализе в размышлениях именно футурологов и так далее именно о сетевом направлении развития корпорации но друзья мы это делаем мы это делаем успешно мы действительно реализуем мы действительно строим и мы действительно воплощаем мечту Анатолия Дуаровича Юницкого именно в свет именно в жизнь ну и естественно этим самым капитализируя будущий мир уже в настоящем и капитализируя уже сейчас закладывая основу для реализации наших мечтаний наших желаний все реально все возможно вместе со Skyway дорогие друзья до скорых встреч на следующих вебинарах я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову и также я хотел бы вам напомнить про то в первую очередь естественно тоже к новичкам каким образом можно это все дело реализовать то есть загадайте желание загадайте мечту действительно с помощью капитализации Skyway вы можете это исполнить и так фоном я опущу инвестиционные пакеты посмотрите понаблюдайте естественно если бы люди не инвестировали в этот народный проект то сейчас тех результатов которые достигаются и которые Виктор Бабурин получают совершенно спонтанно внезапно то я могу сказать их не было бы и проекта Skyway скорее всего в том бы воплощении в котором на сегодняшний день мы его видим его не было бы а единственный путь развития этого проекта и подобного глобального проекта это сетевой так спасибо Алексей вот ну друзья давайте тут про Узлова много как бы было то есть сейчас не задача поднять этот вопрос просто мы так как пошли определенные интервью сейчас идут еще определенные еще и судебные вопросы команды поэтому этот вопрос мы поднимаем для того чтобы вы кто является сторонником союзникам вы имели аргументы и вы всегда могли на это ответить единственная цель и задача вот той темы которую мы сейчас подняли потому что мне просто пошел вал сегодня ну вот последнюю неделю запросов сбрасывают сайт сбрасывают интервью сбрасывают вопросы и как это прокомментировать и вот именно с этих что мы уже берем вот мы сейчас с очень многими людьми будем делать как работать мы будем выбирать наиболее интересные вопросы важные вопросы которые накапливаются за неделю ставить и на них отвечать то есть на которые требуют широкого разъяснения будем на вебинарах так ставить и которые более узко будем либо записывать либо сейчас мы с Алексеем еще продумываем такую форму как в перископе проводить вот такие блиц скажем так вопросы ответы это тоже следующий этап который мы делаем и сейчас почему действительно друзья тут стал вопрос что насколько мелко сегодня сравнивать с людьми которые аргументацию своего участия в технологии делают из фотошопа то есть когда показывают фотографии где стирают юницкого и по сравнению с тем что сегодня есть экспертный совет и вот то действительно очень важное событие которое связано с презентацией которое будет в сентябре в Берлине на всемирной транспортной выставке потому что это будет во-первых действительно мировые эксперты смотреть и это будет очень интересная презентация а вторая это будет участие в выставке на которой будет Hyperloop и Алан Маск то есть это еще и как говорится когда воочию лицом к лицу сойдутся две очень ну скажем такие два очень интересных тренда две очень интересные команды два очень интересных человека и это тоже будет друзья крайнее и я думаю что те кто приглашал и Алан Маска и Юницкого они очень хорошо это понимают то есть и как раз эта задача сейчас экспертного сообщества определиться же а какая технология более интересная а какие направления в инвестиции будут более важны и вот как раз в рамках вот делается но в сентябре я думаю что друзья до сентября произойдет настолько огромное количество событий то есть уже и будут промежуточные демонстрационные этапы у нас на Марьиной горке то что сегодня строится и проекты уже начнут развиваться не в одной и не в двух и даже не в трех странах одновременно и в России и в Юго-Восточной Азии и в Америке и в Израиле и в Африке сейчас то есть я это уже называл это то что сегодня прорабатываются вопросы и под это сейчас управляющие компании которые берут на себя как раз задачу делать предпроектную работу согласовательную работу дальше лоббистскую работу в том или ином регионе ну и дальше уже запуск непосредственного проекта эта работа друзья ведет и в сентябре мы когда Анатолий Дуарович с Виктором Бабуриным поедут я тоже обязательно хотел там как раз поучаствовать нас тоже зовут провести в Кельне конференцию для русскоязычного населения Германии вот тоже будем готовить конференцию я думаю что мы разом все это и увяжем такого рода там мероприятия хотя конечно основное сейчас это участие и презентация именно проекта Skyway на этой выставке и я думаю что к сентябрю у нас будет уже настолько достойные и демонстрационные материалы и доказательные и научные и технические подтверждающие и уже непосредственно строительство в Марьиной горке потому что это сентябрь а на октябрь мы уже намечаем серьезную такую презентацию то это конечно будет уже все абсолютно на другом уровне вот поэтому так друзья еще один вопрос который я хотел затронуть это у нас буквально несколько дней идет обсуждение по акциям по IPO по возможной размитии эмиссии это конечно больше епархия и все таки аргументация Виктора Бабурина он все это четко показывал и рассказывал на вебинаре который сейчас есть в доступной то есть сегодня активно муссируется тема возможно ли сегодня размыв той доли которая сегодня закреплена за акционерами которые входят через Евразию на Rail Skyway вот той доли для того чтобы она обесценивалась вот сразу отвечу на этот вопрос друзья вся юридическая конструкция построена таким образом что это невозможно и сегодня доля которая закрепляется она постоянно она не может развиваться и те акционеры которые входят они покупают долю с дисконтом то есть она будет только расти если вы спросите а есть ли риск что не достигнет номинала а есть ли риск что это не капитализируется да друзья здесь я не буду вас обманывать и я не могу сказать что безрисковое и мы с вами дойдем до номинала этого инвестиционного пакета а потом будем двигаться дальше если бы друзья я это говорил я бы просто вас обманывал потому что существует сейчас тысячи и тысячи факторов на которые мы просто не можем повлиять и которые сегодня влияют на наш проект сегодня то что происходит за пределами нашего экономического ковчега это сегодня экономическому рациональному анализу уже не поддается у нас с вами буквально через месяц через два начнется предвыборная кампания то есть к сентябрю и то что я сейчас смотрю и то что происходит в этой предвыборной как бы уже начавшейся гонке это тоже вызывает огромное количество вопросов то есть когда начинает разделяться кто-то начинает огульно охаивать и ругать правительство кто-то начинает наоборот говорить что все хорошо и там все мы никуда дальше пойти не можем как мы уже с вами говорили мы приняли решение что мы сейчас идем в общественное движение в поддержке Skyway это абсолютно нейтральная позиция мы никого не поддерживаем ни за ни против на всех этих выборах для нас друзья единственный политический лозунг это строй Skyway спасай планету вот тот кто этот поддерживает те друзья наши и с теми мы двигаемся тот кто говорит что Skyway ерунда а строй Skyway спасай планету это лозунг для идиотов вот те друзья просто скажем так становятся не нашими союзниками вот поэтому мы дальше будем двигаться дальше в этом направлении работать единственное что вот у меня допустим вызывает вопрос с 1 апреля это уже несколько экономических таких рассуждений которые сегодня происходят на фоне того что мы с вами строим Skyway с 1 апреля правительство практически на 30 в два раза повышает акциз на бензин и на дизельное топливо то есть фактически на 30-40 процентов повысится цена на бензин ну и соответственно как производная от него повысится на продукты питания на все так сказать вот у меня задается вопрос с точки зрения такого ну скажем так дилетантов с точки зрения экономики вот смотрите если цена на нефть во всем мире падает и за этот год она упала уже более чем в два раза и тренд нападения нефти сохраняется то есть цена на нефть еще упадет сильнее во всем мире цена на нефти продукты снижается потому что цена падает на нефть падает цена переработки поэтому для потребителей в Европе в Китае в Америке им сегодня выгодно они покупают дешевле бензин и соответственно за счет этого увеличивается экономический рост потому что те деньги которые не потрачены на нефтепродукты значит это получат прибыль тех кто тратит на энергоносители это прибыль те кто перевозит те кто выращивает тот кто делает соответственно они эту прибыль инвестируют в развитие производства. И таким образом во всем мире стимулируется экономический рост. Вот тогда можно мне, как дилетанту, вам задать вопрос, если падает цена на нефть, и у нас нефть является основной сегодня частью доходного бюджета, соответственно, правительство вместо того, чтобы снижать цены на бензин, повышает цены на бензин, и таким образом выпадающие доходы, которые должны были прийти от продажи нефти, она берет с населения, которое пользуется, на машине ездят все каждый день и платят за бензин. Таким образом получается, что те доходы, которые нефтяные компании недополучили с точки зрения цены на нефть, они дополучать сейчас будут с точки зрения усиления. Вот у меня задается вопрос, а в чьих интересах, собственно, тогда это делается? И тогда какая цель и какая задача ставилась перед тем, что когда цены на нефть росли, соответственно, акцизы не повышались. Вот я эти вопросы, друзья, задаю, сам себе могу задать вам, но ответы я пока на них не нахожу. То есть есть у этих вопросов, наверное, какая-то подоплека, но вот так вот сходу я ее сейчас не понять, не объяснить не могу. Единственное, что я могу сказать, что при той инфляции, которая сегодня раскручивается, при том обнищании, которое сегодня идет, 30-ти процентное повышение цен на бензин, я думаю, что, ну лично для меня это очень существенная часть такого моего семейного бюджета, и с учетом того, что я каждый день слежу за котировками цен на нефть, и они падают и продолжают и будут дальше падать, то мне все труднее и труднее самому себе, а тем более людям, которые у меня задают вопрос, объяснить, почему же происходит удорожание цены на, соответственно, на бензин. Это, друзья, так, размышления вслух, которые происходят на фоне строительства SkyWay. И вот вчера тоже я был в очень интересном организации, мы обсуждали некие перспективы экономического развития регионов страны, нашего видения, и я могу сказать, что общий анализ, который сегодня происходит, он дает весьма нерадушные перспективы того, что будет сегодня происходить в России, во многих ее регионах, вообще в общем на евразийском пространстве. И я бы даже сказал, что если бы сегодня я не занимался и не понимал, как будет развиваться SkyWay, то я бы пребывал в неком таком экономическом, ну и, наверное, личном бы пессимизме. В данном случае сегодня ситуация совсем другая. То есть два идет абсолютно противоположных тренда. Тренда это направление, это вектора развития. С одной стороны идет ухудшение экономической конъюнктуры в России, затухание экономической жизни, идет все больше и больше обнищания и все больше и больше сегодня зависимость страны от внешней конъюнктуры, которая сегодня просто начинает колебать курс и страну в зависимости от того, что происходит во мне. И с другой стороны, друзья, идет развитие SkyWay, идет инвестирование, идет демонстрационная составляющая, которая вызывает проекты. Сегодня идет заключение создания управляющих компаний, проектов, которые есть. И с точки зрения перспективы развития SkyWay у нас все хорошо. Чего нельзя сказать о перспективах развития отдельных регионов и страны в целом. И вот это как раз, друзья, противоречие, которое на сегодняшний момент, ближайшие полгода будет только усиливаться. И чтобы вы понимали, что с одной стороны мы с вами будем видеть всю ухудшающуюся ситуацию, мы будем видеть, как мы с вами лично теряем доходы, как теряются наши накопления, как худеет наша зарплата. Может быть, она не будет худеть в нулях, но она с точки зрения покупательной способности все будет худеть и худеть, потому что скрытая инфляция все набирает и набирает обороты. И правительство четко показало, что за счет девальвации инфляции намерено и дальше финансировать свои расходы. Таким образом, это будет одна часть. И вторая часть – это активно развивающийся проект. Это все больше и больше перспективы SkyWay и все больше и больше экономический эффект, который будет давать наша с вами работа. Посмотрим, как это противоречие дальше будет разрешаться. Посмотрим, как мы дальше будем двигаться. Но я могу сказать, что на сегодняшний момент это очень интересное такое направление. И я сам с большим удовольствием, когда с вами будем заканчивать этот год, будем анализировать 2016 год, результаты целей и задачи, которые мы ставили, которые мы достигли, которые мы будем дальше перед собой. Я очень с большим интересом вернусь к этому вопросу. И мы с вами проанализируем экономический эффект, экономический год, который прошел для экономики для страны и для SkyWay и для тех, кто внутри SkyWay. И я думаю, что сравнение будет все-таки, друзья, в нашу пользу. Во всяком случае, я очень сильно на это надеюсь. Ну вот, друзья. Так, да, еще был у нас вопрос, который сейчас постоянно-постоянно задают, который идет, это по взаимоотношению с Вигой по переводу акций сегодня. Значит, я могу сказать, у нас на прошлой неделе было большое такое общее расширенное совещание между директорами SkyWay Capital, SkyWay Invest Group, Виктором Бабуриным, потом Анатолий Дарович дал свои замечания и пожелания в этой работе. Так вот, друзья, основной резюме и то, что я сейчас могу сказать, что все, кто пытается сегодня обострить эту ситуацию и столкнуть либо показать конфликтность, то это люди, которые преследуют несколько другие цели. Я об этом говорил и говорю сейчас, что никаких противоречий нету. Мы все работаем в одном направлении, мы все одна команда SkyWay и неважно, через какую точку входа вы вошли. Второй вопрос, что руководство SkyWay Invest Group взяло на себя очень серьезное такое обязательство, что в ближайший месяц, максимум полтора, то есть до конца апреля, все обязательства, которые есть в СВИГе, чтобы все люди стали акционерами SkyWay и именно юридически за них уже отвечал Анатолий Дович Юницкий и группа компаний SkyWay, президентом которой он является. Поэтому я обращаюсь сразу ко всем, это спекуляция сейчас идет активно, что юридическая схема работы SkyWay Invest Group, определенные гарантии, которые выдаются они, друзья, по мере того, как принято решение и все обязательства будут конвертированы в акции SkyWay, эти вопросы просто не имеют значения. И спекуляции на этот предмет просто носят, скорее всего, личностный характер, чтобы каким-то образом поднять конфликтную ситуацию, а не ее погасить. Поэтому я могу сказать, что никаких юридических обоснований, и более того, когда мне задают вопрос, где юридически защищен больше человек SkyWay Invest Group, либо в РСВ, либо в SkyWay Capital, сейчас могу сказать, друзья, никакой разницы в этом нет, потому что в течение месяца все, кто пришел в SkyWay Invest Group, они будут акционерами головной компании и юридическую ответственность, они будут в реестре акционеров, и юридическую ответственность за них будет нести группа компаний SkyWay. Поэтому прошу все эти вопросы на эту тему, соответственно, прекращать. Второй вопрос, который сегодня крайне важен, это сегодня привлечение новых инвесторов, это сегодня доведение информации. Здесь, конечно, друзья, я могу сказать, что каждая команда работает по своему направлению, использует свои методы, свои, как говорится, результаты получаемой работы, и здесь я могу сказать, что не важно, что и каким образом происходит, самое главное, чтобы росла капитализация, чтобы росли инвестиции, чтобы росло количество участников. В этом направлении мы все работаем для одной цели, и я думаю, что никакой другой цели и задачи у нас на сегодняшний момент нет, и, соответственно, быть не может. Исходя из этого, я думаю, что все, кто будут на нашей конференции 23 апреля, я думаю, вне зависимости, через какой фонд, через какую компанию или каким образом вы получили информацию, это все будет именно праздник и фестиваль SkyWay. И здесь, друзья, я думаю, что мы все объединены, и, соответственно, объединять это наша работа, мы объединяем мир, это не пустой звук для тех, кто сегодня работает в SkyWay. Поэтому, друзья, мы все объединены одной целью, мы все движемся для достижения одной цели, и я думаю, что, я абсолютно уверен, что достижение этой цели, это и есть мечта и задача, которые перед нами сегодня стоят. Поэтому «Строй SkyWay, спасать планету» – это наш общий лозунг, мы объединяем мир – это наш общий лозунг, всех, кто сегодня в проекте SkyWay, и объединять – это наша работа. Друзья, думаю, что это каждый должен брать для себя как личное руководство к действию. Поэтому на сегодня вопросы я, по-моему, ответил, то есть юридические схемы, которые там задавали, я тоже этот вопрос поставил и ответил. Поэтому, друзья, давайте к следующей неделе. У нас вебинар еще сегодня с Алексеем в 19-20 часов для европейской части. Поэтому пишите вопросы, обращайтесь, скайпы и наши координаты все есть. Да, друзья, еще хотел небольшое замечание сделать по поводу моих скайпов. Я отвечаю и работаю только с теми, кто задает конструктивные вопросы и дает конструктивные предложения. Еще такая просьба. Очень много вопросов, что хотел бы переговорить лично. Я прошу прощения, я не могу физически со всеми переговорить. Очень время сжато. В сутках всего 24 часа. Если даже снизить количество сна с пяти часов до трех, все равно я не смогу со всеми пообщаться, поговорить. Поэтому у меня просьба, пишите. Потому что очень много времени, когда я ночью, либо там рано утром, у меня есть возможность, я могу отвечать на почту, на скайпы. Поэтому вопрос лучше сформировать письменно. Задавайте. Дальше мы уже с Алексеем раскидываем, что как отвечать. Наиболее важные вопросы я буду ставить на вебинар, те, которые часто повторяющиеся. Ну, как сегодня по узлову, как сегодня по юридической форме, потому что это надо освещать для всех. Если есть персональные вопросы, я всегда буду отвечать. Если это важные вопросы, значит будем решать, я буду подключать кого-то еще из директоров, из менеджеров. Соответственно, таким образом обязательно будем с вами работать. И все вопросы, которые ставятся, они все в обязательном порядке будут находить ответы. Поэтому на сегодняшний момент меня очень устраивает та информационная система, которая выстроена. То есть мы сейчас еще подключаем ряд людей, которые обрабатывают эти, ну там, ваши обращения, письма, запросы. То, что я могу лично делать, я делаю лично сам. Если мне нужна помощь, я подключаю там помощников и кто еще может решать те вопросы, которые вы сегодня задаете. Вот. Это к тому, что ни один вопрос, ни одно обращение не останется без внимания, без обращения. Поэтому давайте, друзья, работать еще более активно. У нас с вами весна, у нас с вами впереди 23-24 апреля. Мы с вами должны сегодня активизировать работу, потому что сейчас по тому, как сойдет снег и уже высохнет, работы в строительстве будут просто увеличены на порядок, значит, резко увеличится финансирование. А на сегодняшний момент, друзья, ответственные за финансирование с нас, с вами, с краудинвестинговой системы еще никто не снимал. Мы, конечно, очень надеемся на больших, умных, серьезных, крутых дядь и фонд, и фонды, которые будут приходить. Но основная сегодня работа, друзья, это наша с вами. И мы как два года выполняли эту работу, так еще какое-то время, друзья, это наша с вами обязанность. Поэтому давайте про это не забывать. Давайте это делать. И, соответственно, Skyway сегодня полностью зависит только от нас. Все, друзья, для тех, кто не подключится, я с вами прощаюсь до следующей недели. Ну, а кто имеет такую возможность, еще будет возможность пообщаться сегодня в 19-20 часов. Поэтому, друзья, подключайтесь, введите новых акционеров, новых участников проекта для тех, для кого действительно жизнь может измениться так же, как она изменилась для нас с вами. Продолжение следует...